Это «Давича», продолжаем выпуск. Сейчас мы возвращаемся к теме опасных и темных тротуаров в чистых прудах. Напомню, ученики 39-й школы каждый день в свое учебное заведение добираются по опасному тротуару. Накануне мы рассказывали о том, что пешеходная дорожка к школе сильно разбита. Кроме того, она не освещается. Сегодня родители учеников собрались, чтобы обсудить, как можно решить проблему. Елена Шарыгина уже на месте. Елена, что говорят родители? Добрый вечер. Родители говорят, что они уже устали бороться за свет. Школа в этом районе одна. Дети учатся в две смены. Последнее занятие заканчивается в 18.50. В это время уже темно. Рядом со мной находится бабушка, чьи внуки тоже ходят в эту школу. Татьяна Николаевна, вот вам не страшно отправлять детей в такую темноту? Не страшно за внуков? Вы знаете, да, очень страшно. Сейчас они учатся в первую смену. Двое у меня, двойняшки. А в второе полугодие начинается вторая смена. Это очень страшно, конечно. Потому что дороги вообще ужасные. Тротуар ужасный. Потому что я сама здесь не раз потыкалась. Хотя, как говорится, взрослый вроде бы смотрю под ноги. Но все равно это очень опасно. Можно наколоться на шип, проколоть не только, можно выкнуть глаз. Ну что угодно можно случиться. Можно повредить ногу. Штаны это самое безопасное, как говорится, порвали. А вот то, что ребенок сделает себя уродом, это да. Я говорю, или мне садиться вот с этой самой, с тарелочкой, может, у магазинчика сесть и попросить. Дайте, пожалуйста, бедные люди на ремонтик тротуарчиков, чтобы дети спокойно ходили в школу. Дети – это наше будущее. Они потом будут нас содержать. Они потом нам будут помогать. А что мы делаем для этого? А ничего, мы просто разводим руками. Михаил, насколько я знаю, у вас тоже дети ходят в эту школу. Куда вы обращались? Год назад, ровно год назад, обратился в администрацию. Значит, отписка произошла у нас с сегментацией нету. Значит, потом прокуратура была. В ГАИ обращались. Просили помощи. На год отложили, как бы, будем решать. Поставим вас в очередь. Как видим, за год вообще ничто не изменилось. Мало того, что ничто не изменилось. Заход, который снимали асфальт, крошки было предостаточно. Можно было посыпать по обе стороны до конечной. Асфальт уехал, а тропинка какая была, такая осталась. Что еще говорят? То есть какая перспектива, может, хотя бы в следующем году или что? Никакой нету, что они говорят. Походу, даже и заниматься никто этим не хочет. Вот так. А как вот вы сейчас, все равно дети ходят в школу каждый день? Каждый день они здесь ходят? Какие меры предпринимаете, как родители? Ходим, встречаем. Сапоги, когда дочь. Несем, да. Фонари с собой всегда. Ну, вообще, как прямо, ну, не знаю, это все очень сложно. Эмоционально очень тяжело. Психологически очень давит просто-напросто. И хочется сказать, что основная отговорка администрации, администрация, это то, что мы проиграли там конкурсы о формировании городской среды, там, комфортной городской среды. Но здесь тоже есть ошибочное мнение о том, что у нас голосование проходило только в одном из трех участков, мы могли отдать свой голос. Хотя, хотя все активный район, молодой район, мы бы проголосовали, мы бы могли выиграть даже, но у нас это физически не получилось просто-напросто. И вот данная проблема, она просто говорит, обессилие власти, мне так кажется, потому что, ну, это безобразие, это никуда не годно просто-напросто. Всем привет. Спасибо. А скажите, вот тут, получается, освещения нет и дорога разбита. Какой вариант вас бы устроил? То есть, что больше хотелось бы, освещения или хорошего? Устроило то, что вот ваши фонари больше освещают, что вот сейчас у нас здесь есть. Ну да, сейчас здесь стоять достаточно безопасно и не страшно. Вы фонари выключите и все, здесь мрак. Да, будет темень, конкретная темень. Вообще, вот они горят, горят, яркий, теплый свет, но он гаснет. Гаснет, минут 5-10 нету, потом снова зажигается. Все. А до этого темень. И освещается дорога, но не освещается тротуар.